у нас есть все фотографии и мы их с импортировали в принципе можно будет двигаться дальше сейчас мы перейдем к этапу выбора фотографий для дальнейшей обработки я советую здесь на этом этапе разделить фотографии по как сказать по этапам съемки ну скажем так если что-то было снято в помещении что-то снято было на улице ну то есть как обычно вот как фотограф в разные ситуации попадает и соответственно у него в одной ситуации получается много похожих по освещению или там по каким-то другим настройкам по каким-то другим обстоятельствам снимков сейчас у вас здесь снимки сняты в разные дни поэтому я не могу применить этот метод я сейчас хочу но все равно хочу фотографии обработать скопом сразу по ну как бы пакетом да ну смысле не сразу мы конечно одну фотографию обработаем но серьезно а другие мы постараемся к ним применить эти настройки поэтому я предлагаю просто фотографии сейчас разделить по ну как сказать по жанрам да и будем их обрабатывать по жанрам то есть у нас здесь есть несколько портретов да вот я их выбрал и давайте их мы все вместе отметим определенным цветом кстати так смотрите левую панельку сейчас скрою она нам не нужна чтобы больше изображений у нас помещалась перед глазами правую тоже наверное сейчас временно скроем и так 4 я через shift то есть нажав первое изображение без каких-либо клавиш потом нажав кнопочку shift и нажав на последнее изображение я таким образом выбрал четыре фотографии все они отмечаются вот таким светлым фоном и когда они у меня выбраны я могу всех их отметить определенным цветом то есть допустим портреты у нас будут красные до красного вы бы у них будет следующие давайте будем по очереди разбирать это у нас такие ну типа как городские пейзажи да то есть вот я тут вижу вот досюда вода давайте это будет желтые дальше у нас пошла такие вот несколько природных вещей так наверное наверно это все можно отнести к природе хотя вот здесь несколько фотографий таких уже крупняков пошли то есть мы их отдельно отметим наверно отдельного зеленые вот эти вот крупнички я думаю вместе с животными мы можем совместно отметить как синим цветом а тут еще птички у нас ниже да вот синем и последние три фотографии это какой-то фестиваль что это за фестиваль был что это самое удивительное это первомайская демонстрация по нашему а праздник и народ выходит на демонстрацию так вот это получается всегда 1 ноября происходит как у нас 1 мая праздник труду здесь не вся австралия это каждый город по-своему вот тут кэмболтаун пригород здесь приняты демонстрации а где-то просто митинги там а где-то ничего не делать понятно но мне очень понравилось вообще то что такие вещи в основном происходит так ну что давайте будем теперь смотрите мы отметили все фотографии нужном и теперь будем уже уделять внимание конкретном как сказать сюжету да то есть будем работать с портретами смотрите чтобы выбрать нужные фотографии чтобы отображались только они мне нужно в верхнем меню вот здесь есть такая штучка она не включена видите шоу фильтр бар то есть показать меню да кстати вот нижняя вот это вот полоска она тоже бывает иногда прячется она нажатием кнопки т тимофей да включается так вот значит получается что мы сейчас выбираем красный цвет это фильтр работает как в экселе дмитрий вы знакомы с программы excel да конечно я очень хорошо ну прекрасно то есть для вас это будет тогда понятно что здесь как бы накладываются фильтры и они как сказать дополняют друг друга как вот нескольких столбцах мы выберем фильтры в экселе пока что только как сказать изображение которое соответствует обоим признакам да то есть сейчас вот у меня четыре портрета и я среди них хочу выбрать один для того чтобы мы могли с вами его обработать ну вот допустим это портрет я так понимаю вашей внучки правильно понимаю ну да да это все портреты мои внучки ну кроме крайнего который тёщ значит по-моему это одна и та же девушка да слева и справа вот здесь вот это она любит снарядиться в странные то есть здесь она не своими волосами здесь нет туда приделана синьору понятно да и конечно этот портрет но сильно проигрывает потому что он снят со вспышкой в домашних условиях да и поэтому конечно вот этот уличный портрет значительно он лучше и интереснее смотрится и мало рафаева ничего было понял понял но ничего ничего нормально мы можем с этим совсем работать так значит мы выбрали портрет давайте посмотрим теперь я возвращаюсь смотрите в в общее меню мог нажатой кнопки нажатием кнопки надо и давайте выберем еще может быть какой-нибудь пейзажик они у нас есть зелененькие да то есть я выбираю зеленый цвет красный отключаю и чтобы увидеть все изображения я не как бы уменьшает тумболинцы и мне на самом деле понравилось вот наверно с этой машиной и вот этими облаками да я сейчас через кнопочку control выбрал два файла и сейчас нажму кнопку цифру 2 да то есть вот эти звездочки проставление вот этих звездочек да она управляется либо руками да либо смысле клавиш кликом мышки да либо цифрами то есть можно цифры один два три четыре то есть до пяти у нас таким образом идет как сказать маркирование изображение вот у нас сейчас получается три снимка отмечены давайте мы их увидим я взял две звезды и снял зеленый цвет вот у нас три снимка с которые мы будем работать вообще сейчас я показал классический способ по выбору фотографий после съемки в этом не конечно вы свали ну те снимки которые были у вас сняты в ролл самые лучшие за очень короткий промежуток времени а когда вы снимаете на камеру конечно вы щелкаете значительно чаще объективом да и вас очень много разных кадров и вот таким образом когда вы выбираете несколько фотографий вам ну ну как мысли когда вы получаете несколько фотографий абсолютно одинаковых очень похожих скажем так друг на друга вам нужно выбрать лучшую фотографию для этого вам понадобится зайти во вью режим survey вот смотрите я выбрал режим сервей предположим что это все фотографии одного и того же вида просто вам необходимо выбрать лучшую композицию лучшую фотографию для обработки да и смотрите нажимая вот на эти крестики внизу фотографии таким образом вы выходите на выбор амина 2 ну как бы в двух фотографий и если сейчас вы перейдете в режим компе видите горячая клавиша сида то вы сможете сравнивать эти фотографии еще дополнительно вот таким образом приблизив приблизив оба изображения и сравнивая видите одно изображение двигая у меня двигается второе это очень полезно для того чтобы выбрать лучшую фотографию среди групповых снимков то есть когда очень много людей стоит и нужно понять у всех ли глаза открыты да вот на этой конкретной фотографии и так вот таким образом мы можем это все ну например вот увидев что здесь все в порядке вот на правой фотографии уже ее выбрать и поставив не определенный рейтинг а в конце когда у нас все это закончено мы переходим в режим grid и уже выбирая фильтр мы уже видим все выбранные как бы фотографии и только с ними имеем дело вот такой вот подход я использую при выборе фотографии после съемки сейчас мы уже будем плавно переходите в раздел develop и будем заниматься обработка непосредственно фотографии может быть есть какие-то вопросы дмит не вопросов как только вот нет то вот это вот очень интересно вот просто с этим позаниматься это огромная потому что я прихожу у меня там две сотни склинков да и я знаю что выбираю не лучшую просто 5 моей точки зрения практически одинаково я просто так методом тыка обычно ну это хорошо что вы сделали такое замечание смотрите как я поступаю тоже с этим сталкиваюсь и мне в принципе вот конечно lightroom очень сильно помогает да очень сильно помогает я поэтому когда снимаю я стараюсь вообще не останавливается снимать как можно больше да то что знаю что все равно потом выберу это что не нужно я потом удалю и в это не будет занимать не место не время мое но когда я снимаю один и тот же ракурс мне бывает сложно определить какой же снимок лучше и поэтому при съемке я думаю о том как вот я снимаю смотрю на кадр на экранчике фотоаппарата после этого я принимаю определенное решение и делаю дополнительный снимок если я его делать до тех пор пока ну как сказать меня не все он не удовлетворяет и конечно говорю про кадры которые статичные да ну или как если модель вам позирует да что все вы можете сделать несколько кадров если конечно проезжает машина тут уже особо думать не успеваешь да просто щелкаешь столько сколько возможно и потом уже выбираешь лучший кадр и на основе того где она занимала самое оптимальное положение но если это просто какой-то вот такой сюжет то я потом выбираю всегда последний кадр сначала выбираю последний кадр на вот после этого если в процессе обработки я вижу какой-то косяк например что но предположим да что облака да где-то вот прям пересекает с дерево мне бы не хотелось мне бы хотел чтобы она все-таки вышла в сну как сказать на открытое пространство чтобы они были отдельными а не пересекающие объекты я захожу в режим grid и выбирают тот снимок где я вижу это сочетание то есть я сначала выбираю последний кадр когда я уже перехожу кривую обработки если меня что-то не устраивает уже после этого я возвращаюсь к своим ну как сказать предыдущим отснятым снимкам и таким образом всегда спокоен что у меня всегда есть выбор но лучший кадр как правило он последний вот такое решение я тоже вам предлагаю